В эфире программа Актуальное интервью, студия Ольга Руслова, здравствуйте. Стать женщиной на все 100%, научиться быть собой. Не об этом ли мечтает большинство представительниц прекрасной половины человечества? Как разбудить в себе потенциал, стать уникальной и неповторимой? Сегодня поговорим с российской моделью «Плюс Сайз», руководителем школы «Большие девочки», журналистом и бьюти-экспертом Анной Светловой. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Очень приятно быть в Наринмаре, очень приятно сразу же с самолета к вам в студию попасть. Ну, на мне такая ответственность после того, что вы сейчас сказали. Я, собственно, поэтому и приехала сюда, что мне, конечно, бы хотелось поделиться какими-то своими знаниями, но вот после того, как вы меня так представили, сейчас на мне еще больше ответственности, а завтра буду еще больше стараться произвести впечатление. Анна, расскажите, что такое «Плюс Сайз» модель? Это такое вот понятие, которое совсем недавно в нашу жизнь ворвалось. Что это такое? Оно достаточно давно ворвалось в нашу жизнь. Просто в России, наверное, еще пока не может прижиться в той степени, в которой это уже дружба модели и приставки «Плюс» существует в Европе, в Штатах, в Великобритании, в Китае, на Украине. В России «Плюс Сайз» только-только набирает свои обороты, и такое, вы знаете, такое вялотекущее движение происходит. «Плюс Сайз» модель – это модель пышных форм, роскошных форм, размера «плюс». Некоторые говорят, что это не стандарты, да, это не стандартная модель, можно, наверное, сказать и так, но это миф. Профессиональная модель «Плюс Сайз» тоже имеет свои стандарты. У нее должно быть достаточно пропорциональное тело, она должна быть гибкой, она должна быть физически выносливой, классно стоять на каблуках, уметь позировать, а уметь хорошо позировать перед камерой – это значит владеть своим телом. И поэтому вот такое ошибочное мнение у большинства, что «Плюс Сайз» модель – это модель, которая любит кушать, это не так. Сейчас, конечно, очень много девчонок, которые сделали пару-тройку профессиональных фотосессий, выставили себя в Инстаграм, в социальные сети, в Телеграм, и они себя называют «Плюс Сайз» модель. Поэтому тут нужно очень четко понимать, для меня «Плюс Сайз» модель – это модель, которая зарабатывает тем, что она «Плюс Сайз» модель, и снимается для каталогов, для видеорекламы, телевизионной рекламы. Ее публикуют где-то в журналах, в глянцах, к ней обращаются компании для рекламирования одежды, аксессуаров, ну, там, и так далее, и так далее. То есть «Плюс Сайз» модель – это такая же работница, у которой вот такая профессия. Тут, наверное, очень сложно получается. То есть «Плюс Сайз» модель. Вот ты, допустим, ну, грубо говоря, там, размера 48, и ты себя позиционируешь. У меня 52-54 размер, да. Это такой вот стандартный хороший. Ну, нельзя, получается, не похудеть, не потолстеть. Ты должен быть в этих рамках, правильно? Я о чем и говорю. Здесь есть такой один момент. Допустим, при моем росте у меня 176 сантиметров. У меня есть свои параметры, в которых я, допустим, хороша, и которыми я зарабатываю хорошо. Я знаю, что когда я нахожусь в своем 50-52, я более востребованная, нежели или я немножко поправилась, или чуть-чуть схуднула. И вот да, вы правильно говорите, что у меня есть возможность похудеть и скинуть вес. Но нужно ли это? Опять же, я понимаю, что в своем 50-м размере я себя чувствую шикарно и уверенно. И клиент это видит, заказчик это видит. И со своими девчонками у себя в школе, когда я работаю, я всегда говорю, слушай, ну ты шикарный, у тебя лицо обалденное, все, но нам нужно подкорректировать вот твои формы. И поэтому у меня девочки ходят, занимаются на фитнес, плавают, занимаются спортом, у них тоже есть свои диеты, как бы это грустно ни звучало. Мы придерживаемся определенного питания для того, чтобы быть востребованы. Вот если вы хотите этим работать, это тяжелый труд. Это кажется, что все очень просто. На самом деле нет. Во-первых, плюсаясь в моделинге, нужно найти свою фишку, нужно найти какую-то свою изюминку, нужно понимать, как ты можешь выделиться из мира вот этого многообразия всего. И если ты действительно хочешь этим зарабатывать, то, конечно, тебе нужно поставить такую цель уехать из России или выезжать, иметь возможность из России выезжать. Потому что в России искажена эта профессия. И зачастую там, где надо бы платить модель, и платит модель для того, чтобы участвовать в каких-то показах. Сейчас в последние годы я немножечко в шоке, что происходит на рынке. И когда я вижу, что девчонки бесплатно соглашаются работать, или еще даже платят свои деньги для того, чтобы их где-то отсняли в какой-то рекламной съемке, или участвуют, не хочу вот это шоу пиршества тщеславия называть, в Москве очень модные показы ежегодные проходят, под величайшим брендом. И когда ты смотришь, ну почему так грустно все на подиуме, я задалась тем вопросом, кого вы вообще приглашаете, где кастинг. Когда я узнала о том, что модели сами платят оргвзнос для того, чтобы участвовать в этих показах, ну я понимаю, что тут, наверное, только один сплошной маркетинг. И ничего более. Искусством, конечно, уже не попахивает. А профессиональные модели, и плюс-сайз в том числе, и не только плюс-сайз, вообще профессиональные модели, они достаточно хорошо зарабатывают, работают много. И они много работают и над собой, чтобы классно выглядеть, и над своим питанием, и над своим самообразованием, чтобы быть интересно, и учат язык, работают над своим телом, работают над тем, чтобы у них постоянно была виза выездная, чтобы было хорошее здоровье в наше время пандемии. Это немаловажно. И, конечно, нужно, вот если вы хотите действительно профессиональный плюс-сайз моделингом зарабатывать и выбирать именно эту профессию, то это не Россия на сегодняшний момент. Хотя в России тоже можно существовать. Расскажите, как вы попали в этот бизнес, и как вы стали вообще моделью? Ну, случайно, да. Наверное, все так говорят, как ты попала, действительно, случайно. Я в 2008 году была приглашена крупным холдингом, московским радиохолдингом, потому что медийное лицо долгое время была приглашена в Москву. Я приехала в Москву работать. Это был 2008 год. Там был какой-то кризис. Я сейчас уже не помню какой, но что-то там было. Непростое такое время. Люди теряли работу. Как-то что-то происходило. Мне кажется, это всегда в России происходит. Ну, и вот этот год я почему-то очень хорошо помню, потому что люди прям теряли работу. Закрывали новое, открывшуюся... Я не помню, что там было в 2008 году. Надо почитать. Я в экономике не очень сильна. Но какой-то экономический кризис. И я решила изменить такой своей медийной мечте и пойти зарабатывать в Москве. Москва – это город возможностей. Я стала заниматься рекламным бизнесом. Ушла в рекламную компанию. Стала изучать маркетинг, рекламное дело. Мне это давалось достаточно легко. В силу того, что свежая кровь в Москве. Еще 28 лет. Еще вау. И абсолютно случайно я познакомилась с женщиной. Она в метро обратила на меня внимание. На тот момент у меня была такая эффектная внешность. У меня были длинные рыжие волосы. Яркие. Я была еще попышнее. Размера на два. И она спросила, вы случайно не плюс-сайз модели. Мы очень ищем типаж. Типаж они искали. В то время вышел фильм. В том, 2013 год. Хюрем Султан. Великолепный век. И вот им нужен был такой типаж с рыжими волосами. Девушка для какой-то съемки. Для каталога. Вот так я познакомилась с дамой, которая была представительницей одного из агентств. Я, конечно же, обманула, сказав, что да, конечно, я профессиональная плюс-сайз модель. Опозорилась на первой своей фотосессии по полной программе. Потому что мне казалось, что это очень легко. Если ты уже нравишься, если твой типаж подошел, то ты, ну, чтобы там ни сесть, ни встать. И когда я очутилась на площадке, это, конечно, был стыд и позор мне. Потому что я даже представить не могла какой-то труд. Вот сколько особенностей, как важно знать, как настроен свет, где свет основной, где свет побочный, какая локация, в которой мы движемся. А как страшно, когда тебе фотограф говорит, ну, давай, работаем. Вот. И ты, да? И ты начинаешь... И что ты начинаешь делать? Ничего. Потому что основ нет, ничего нет. Вот такое прикрытое лицо этой девушки Раисы, которая привела меня на эту съемочную площадку. Ну, собственно говоря, что-то там выжили, что-то сделали, немножечко ретуши добавили. Съемка прошла успешно. И, конечно, меня больше не приглашали. Но тогда я поняла, что мне действительно нужно подучиться. Я пошла в школу моделей. И как-то там очень-очень быстро стало это осваивать, достаточно серьезно. Это было параллельно моей основной работе. И потом, когда уже были выезды, когда начались съемки, я помню свой первый выезд из-за рубеж, и это все так волнительно. И, ну, вот если бы... Я думаю, я бы и занималась, конечно, профессионально. Это на международном рынке. Но там случился такой момент, я решила уйти в семью, решила родить ребенка. Я влюбилась, увлеклась. И поэтому у меня вот в 2015 году приостановлено было... Моя работа модели была приостановлена. Я уехала за рубеж. В Россию я вернулась в 2017 году. И, конечно же, сразу же мое тело все вспомнило, лицо вспомнило. И тогда вот у меня открылись глаза. И я подумала, что когда, как не сейчас, уже когда-то набрался мудрости, стал мамой, вкусил уже там радости и нерадости семейной жизни все вместе. И тогда уже у тебя как-то крылья вырастают, и ты можешь заново и с новой силой. Поэтому с 2017 года я основала школу под названием «Большие девочки». Я стала выпускать рубрику в глянцевом журнале «Большие девочки». Мы стали понимать вопросы, которые интересуют девушек. Это касается не только моделинга. Но и сама, да, я работаю плюс-айс-моделью. Расскажите про вашу школу поподробнее. Что это за школа? Кто к вам приходит учиться? Как это происходит? Нам приходят учиться женщины разного возраста. Это школа, когда мне спрашивают, это модельная школа? Я говорю, нет, скорее это не модельная школа, но с элементами моделинга, с элементами фотопозирования и дефиле. Школа для женщин, она родилась у меня в голове, в моей, после того, как я пообщалась, ну, встретилась с мамой своей опять, с подругами своими. И я увидела, как мало счастливых девчонок и мало горящих глаз. И вроде бы как бы все хорошо, и ты хорошо живешь, у тебя все выстроено в жизни, а вот какого-то счастья, радости нет. Я спрашивала, ну, вот, а что вам? Ну, вот как-то, вот вроде бы все нормально, а как-то не так. А потом я еще встречалась с женщинами, которым совсем плохо живется. И они или стесняются об этом говорить, или просто они даже не понимают, что так жить нельзя. Я встречалась с женщинами, которые переживали в буквальном смысле ужасное насилие в семье. И им казалось, что это нормально, что их мужчина их обижает. И ей кажется, что это нормально, что в 40 лет она выглядит на 60. И вся ее жизнь сводится к тому, чтобы подарить радость своему мужчине, чтобы было прибрано дома, чтобы были чистые дети. И то, что ты там огребаешь оплеухи по каждому поводу, это, ну, это как бы так вот нюансы такие небольшие. Я поняла, что девчонкам нужно создать какое-то пространство, чтобы они смогли встряхнуться, посмотреть на свою жизнь со стороны. А как можно? Чтобы они достали из себя свои собственные уже имеющиеся ресурсы, или открыли таланты, которые спали, или наоборот обрели что-то новое, что их увлечет. Чтобы их жизнь заиграла новыми красками. Вот так сформировалась школа «Большие девочки». Ну и плюс дополнительно, конечно, я присматривалась к девчонкам, которые хотят свою жизнь связать с жизнью моделей, с профессией моделей. И с ними мы, конечно, отдельно уже работаем. Я их направляю на всероссийские конкурсы. И так далее. Вообще, школа «Большие девочки» это школа для девчонок, ну, для девочек уже, которые стали большими. То есть есть возрастной отцом? С большими, нет. С большими возможностями, с большими талантами, с большими желаниями, с большими тараканами, кто-то с большими проблемами, кто-то с большими финансами, не знающими, куда их там, да, вложить, чтобы это было грамотно, и так далее. И школа у нас выстроена так, что с каждой девчонкой работают коуч-тренеры, это те, кто направляют по жизненному пути. Бизнес-тренеры, это кому требуется. У меня очень много предпринимателей, начинающих предпринимателей, кому необходимо понять, как себя самопрезентовать, чтобы ты была востребованной. И здесь мы как раз учимся о том, ну, все вплоть до того, что все секреты раскрывать не буду, но как себя вести, как одеваться, как выглядеть, что говорить, стоит ли говорить все, а где иногда лучше промолчать, ну, какие-то такие вот нюансы, очень много хитростей. Мы много работаем над телом, мы красиво ходим, учимся красиво сидеть, занимаемся стилем, как я говорила, там, базовый кардероб или особенности какие-то, учимся находить свой стиль. У нас работают стилисты-имиджмейкеры, которые помогают обрести тебе совершенно какую-то новую себя я. и, конечно, много фотографируемся, потому что мы живем в засиле селфи, это то, что испортили наше восприятие, я считаю, восприятие себя, то, как мы видим через камеру себя, это, конечно, искаженная картинка, нас видят иначе. И у нас даже каждая фотосессия, она является учебной, несмотря на то, что мы работаем с профессиональными фотографиями, с профессиональными стилистами, с крутыми фотографами, которые работают на российские журналы, и у них в портфолио есть обложки, у нас много фэшн-фотосессий интересных, которые впоследствии выкупают компании для того, чтобы сделать свою рекламную компанию, что очень приятно. Несмотря на это, каждая фотосессия, это у нас такой учебный процесс, и фотографы разные, допустим, разного пола, разного возраста, и мужчины, и женщины фотограф, и мы смотрим, посмотрите, как вас видят женщины, посмотрите, как вас видят мужчины, чтобы мы не боялись быть разной, и не боялись показать себя. И, конечно, когда я вижу, вот у нас основной курс, он длится два месяца, и когда на выпускном вечере, где у нас всегда полный зал, мы не можем вместить всех желающих, мы делаем такой праздник выпускной, называется «Большая перемена больших девочек», а в конце года мы делаем большой подиум больших девочек, и когда они смотрят на себя со стороны, просматривают видео, и видят вообще вот эту разительную перемену, и, конечно, жизнь уже не может вернуться в прежнее русло. И ты вряд ли уже вернешься в ту себя жертву, или несчастную, или непричесанную, или там без увлажненного лица. Да, у тебя уже иначе, ты, во-первых, общаешься с другими людьми, говоришь на другом языке, уважаешь себя, у тебя ценность себя внутри формируется, или ценность новой себя, или ценность наконец-то обретенной себя. Я смотрю на некоторых девочек, которым уже за пять десятков, они говорят, мы только жить начинаем, это так классно, или это, давай, что так можно было. А два месяца достаточный срок, чтобы переосмыслить и стать другой? Ну, конечно, я же не могу нести ответственность, и никто не вправе нести ответственность за всю дальнейшую жизнь каждой отдельной девчонки. Но это такой волшебный пинок, я его называю. Волшебный пинок, волшебная пилюля, и каждой хватает что-то, что ему нужно. Ну вот, мне вообще очень приятно, что сейчас законодательством разрешены такого рода школы, потому что, может быть, еще лет, наверное, 10 назад это бы рассматривалось как, не знаю, сектантское какое-то, да, у нас тоже, говорит, опять пошли в эту секту. Ну, мужчины, любя. У меня нет конфликтов с мужьями моих девчонок, потому что они тоже видят, мужчина тоже видит изменения, и внешние изменения. У женщины горят глаза, ей нравится, нравится. Она, ну, это же естественно нравится, правда? Вот мы сегодня перед началом эфира, сколько там раз поправились, нам нравится, нравится, это естественно. И когда мне приходят и говорят, мне этого ничего не нужно, нет, меня муж и так любит, и на работе у меня все вообще шикарно и хорошо. Я говорю, ну, вы уже сделали такой шаг, вы же сюда пришли в свой выходной, отложили сковородки, кастрюльки, кастрюльки и свои дела, там, по стирушке. Вы же сюда пришли, но давайте уже попробуем. Вы же пришли, значит, ну, зачем-то вам это нужно. И вот это зачем иногда, ну, не сразу, конечно, выходит. Кто-то раскрывается быстрее, кто-то нет. Ну, у меня такой задачи нет прям дойти до каких-то глубин. Мне просто хочется, чтобы как можно больше счастливых людей было вокруг, и женщин в том числе, потому что мы с вами несем ответственность за счастье всей семьи, и всего государства, по сути. Счастливый мужчина зависит от того, счастливая с ним рядом женщина или нет, и дети тоже, здоровая или нет. Я иногда говорю своим девчонкам, вот, ну, она там, красота это не главное, здоровье это, я говорю, ну, я согласна, да, здоровье это главное, а неужели красота, у меня в голове всегда, что красота через здоровье, и наоборот, поэтому здоровая, счастливая, красивая, успешная. Мне не очень нравится, потому что успех, это понятие каждого, очень интимное для каждого. Для кого-то успешность, это быть любящей женой и мамой, этого более чем достаточно. А кому-то необходимо всеобщее признание, в этом нет ничего такого, и он, и девчонки начинают кто-то петь, кто-то играть на барабанах, кто-то там в 45 исполнил свою детскую мечту и, наконец-то, стал танцевать. У меня примерно так было, я всегда хотела танцевать, но я всегда была очень крупным ребенком. И когда я пришла на Латина, ну, вернее, не я пришла, мне сейчас гораздо проще, у меня школа, и я привожу всех к нам. Я привела к нам президента Ассоциации бальных танцев, Александра Антонова, и сказала, «Саш, моим девочкам нужно танцевать». Он говорит, окей, мы стали танцевать латиноамериканскую программу. Когда он нас вывел на паркет, на областной фестиваль, и мы такие девчонки, нас сначала не хотели пускать на паркет, а мы сказали, родителям сюда нельзя. Но мы гордо повернулись спиной, показали свой выступающий номер и вышли танцевать. Это такой драйв, такой вообще азарт, такое к себе уважение сразу же проявляется. А сколько восторженных глаз мужчин, когда мы отрабатывали эту латиноамериканскую программу где-нибудь в кафе, вечером под живую музыку, правда? Можно сидеть в уголочке и быть наблюдателем, а можно быть в процессе, участвовать, приковывать к себе взгляды. Я считаю это круто. А с девочками и подростками вы занимаетесь? Это же можно как-то не в зрелом уже возрасте получить эти знания. Наверное, это важно все-таки в начале пути. Да, конечно, очень важно. У меня с прошлого года стартовал курс, он называется «Маленькие большие девочки». Это вообще такая социальная направленность и программа. Здесь нельзя назвать бизнесом. У меня у самой девочка растет. Я достаточно в сознательном уже возрасте родила, и моей доченьке Амире 6 лет исполнилось сейчас. Я понимаю, что она растет, и как мне хочется, чтобы она как можно раньше осознавала себя, что она имеет право быть любимой, чтобы она чувствовала себя нужной. Но и в то же время показать ей, что жизнь-то очень разная. И бывают мне очень приятные моменты в жизни. Иногда нужно дать отпор. Поэтому, да, мы создали такой курс «Маленькие большие девочки». Девчонки, конечно, с ними непросто. Вы, наверное, сами понимаете. И пережили этот возраст, вот как раз с 11 до 15 лет, когда меняется гормональный фон, когда девчонка уже не девочка, но она еще и не девушка. И вот у нее, с одной стороны, очень много интереса к жизни, а с другой стороны и отторжение. И здесь важно, во-первых, научиться выбирать партнера в жизни. Я говорю сейчас не обязательно про молодых ребят, но и про друзей, и про подружек. Выбирать дело важное, которое тебя увлечет, и которое очень схоже с твоим характером, с твоим желанием, с потребностям. Чтобы не случилось так, что к 40 годам ты проживаешь чей-то сценарий жизни, не свой. Поэтому, да, мы открыли такой курс, он называется «Маленькие большие девочки». Там, конечно, большая направленность идет работа с психологом, с коуч-тренерами, кто помогает раскрыть потенциал. Куда поступить дальше? Как сделать так, чтобы выбранное дело приносило тебе удовольствие? Ну и, безусловно, научиться выбирать белье, потому что ты уже сталкиваешься с такими моментами, что твои детские трусики меняются на гардероб, на боди и так далее. Косметика, мне кажется, очень актуальна, потому что... Конечно, чтобы не уйти вот в эти километровые ресницы, когда тебе там 14-15 исполнилось. Рассказать, что такое естественная красота, что такое красота с элементами дополнения какого-то. Как можно скорректировать то, чем ты недовольна с помощью косметики, не прибегая ни к каким кардинальным мерам, вплоть до того, что такое татуировка, зачем она нужна и кому она важна. Потому что тоже кто-то очень осознанно к этому приходит, а кто-то... Ну вот чтобы выделиться, да? Или как можно выделиться? Ну это модно, они просто, мне сейчас кажется, все... Да, вот мы как раз и показываем, что есть мода, есть тренды, а есть твой личный стиль. И второе гораздо важнее. И если ты хочешь прожить счастливую жизнь, что важно уже разбираться в гардеробе, не следовать именно тренду там и моде, да, там вот если все надели штаны-бананы, укороченные там джемперы и такие боты, что есть еще и кое-что другое. Давайте посмотрим. А что такое стиль Шанель там? А что такое стиль Дольче Габбана? Откуда к нам пришла кожа? И тогда это очень увлекает девчонок. И когда они в этом начинают разбираться, у них появляются свои особенности, свои фишки. И вот этим они выделяются. Не каким-то агрессивным поведением, но без этого тоже никуда. Без этого никуда. Поэтому да, у нас есть курс маленькие, большие девочки. Но я больше, наверное, сама лично люблю работать уже с девчонками в сознательном возрасте. Потому что девочек, по большому счету, мамы приводят. А мне приятно работать с барышнями, которые приходят сами, с очень четким запросом. И они бывают очень разные. Начиная от «я хочу классно выглядеть, чтобы муж обратно вернулся в семью», и заканчивая «я больше не могу работать на дядю, у меня давно зреет такая идея, хочу открыть свое предприятие, и мне важно красиво стоять, уверенно говорить, заходить в помещение и быть самой заметной, и чтобы мне доверяли». Вот все вплоть до этого. Вы рассказывали про фотопроекты. Вот расскажите, ну буквально понятно, что сейчас мы во все тонкости не будем, вот самое главное, как сфотографироваться красиво. И вот вы фотошопите потом фотографии ваших моделей? Нет, это интересно. Я не фотошоплю свой, мне просто интересно. Нет ничего плохого в фотошопе нет. Здесь зависит от того, для чего вы делаете фотосессию. Мы очень необдуманно иногда фотографируемся в кучу всех, давайте фотографируемся, а зачем, ну непонятно, куда это буду выставлять. Когда вы идете на фотосессию, или в принципе у вас там, допустим, праздник, и вы будете фотографироваться, перед тем, как туда прийти, задайте себе один-единственный вопрос. Какое впечатление я хочу произвести на тех, кто будет смотреть это фото? Какое впечатление? Я хочу быть успешной деловой леди, к примеру, чтобы люди ко мне пошли в команду, я, например, сейчас говорю. Или это может быть вариант, я хочу быть роковой соблазнительницей, самой невероятной, роскошной, чтобы все смотрели только на меня, и от этого будет зависеть ваше настроение. Ну или там очень много таких нюансов. Или я хочу выйти замуж за очень порядочного парня, и здесь уже другого рода фотосессия, нужна и одежда другая, и подача другая, и выбор фотографа здесь очень важен. Поэтому всегда вы должны осознанно думать, какое впечатление я хочу произвести этой фотосессии. Отсюда пойдет уже, как я буду выглядеть, во что я буду одета, какие на мне будут аксессуары, какой макияж будет, сдержанный, или же напротив, мне нужно выделить оральную зону. Вот, здесь очень-очень много нюансов. И, конечно, есть ряд еще, но я не расскажу сейчас все. Нужно дружить со своим телом. У вас есть ежедневно классный тренер, у каждой из нас, из девчонок, свой личный, потрясающий тренер, это зеркало. Вот вы утром собираетесь куда-то, да, встаньте, посмотрите, где вы себе нравитесь, как вы себе нравитесь. Старайтесь, чтобы не было крабиков, пальчиков расщепиренных. Вы должны понимать, что если вы ручку кладете на какую-то часть тела, все внимание будет приковано к этой части тела. А почему нельзя пальцы расщепиренные? Что это? Ну, это выглядит как крабик, очень так. Вот приходите завтра ко мне на тренинг, я вам расскажу почему. И покажу, как это выглядит со стороны. Просто не обращаем внимания, зачастую, да, нам кажется, это нормально, потому что нам не с чем сравнить. А мы завтра как раз будем учиться и сравнивать. А как можно сделать? И мы очень часто забываем о том, что фотография, это все-таки плоскость. Пока еще мы с вами не дожили, но скоро доживем, уверенно, и до 5D фотографии, до 3D, и до 5D фотографии сразу. Но пока это плоскость. И мы очень часто забываем, что то, что ближе к камере, то больше. А потом удивляемся, почему у нас такая рука, например, да, или что такое, что с моим лицом, или почему у меня такая рука. Очень часто девчонки в кафе фотографируются, берут бокальчик, и вот у них вот такая фотография, и потом на фотографии ведро вместо бокала с игристым. Огромная рука, непропорциональная голова, искаженная фотография. Значит, помним, что это плоскость. Обязательно помним, что мы работаем на основной свет. Если это какая-то фотосессия на улице, здесь проще. Ну, здесь просто запомнить, мы всегда работаем на основной свет. Основной свет, это солнышко. Ну, и на улице это сделать качественную световую фотографию проще, чем в студии. А в студии нужно понимать, где основной свет. Вот у вас здесь несколько, например, объектов света, и если бы стоял фотограф, я бы у него обязательно спросила, на какой основной свет мы работаем. И работаем к этому свету, чтобы не было засветов и так далее. Третий момент. Грамотно выбирайте фотографа. Выбирайте фотографа, которому вы нравитесь. Если вы не нравитесь фотографу, это испорченная фотосессия. Фотографироваться нужно всегда идти в том настроении, ну, вообще в настроении, чтобы было настроение. Если вы очень нервничаете, это часто такое бывает, потому что не знаешь, как себя вести на площадке, включите какую-нибудь, если у вас персональная фотосессия, вы решили себе обновить, к Новому году, например, сделать, включите музыку, которая вам нравится. Не забывайте о том, что успех фотосессии зависит от энергии, от динамики. Если вы хорошо танцуете или любите танцевать и двигаться, пожалуйста, двигайтесь и танцуете. Хороший фотограф уловит классные ракурсы. Ну, и у меня такая моя личная фишка есть. Я люблю работать на раз-два-три. Я это называю в темпе вальса. На каждый раз-два-три меняешь позировки. Но это классно работает с фотографом в тандеме, только в том случае, если у вас есть какие-то основы фотопозирования, если вы уже знаете свои выгодные стороны, выгодные ракурсы, если вы понимаете, как сделать свой силуэт более изящным, сделать просвет, например, между рукой и телом, или как не складываться. Или очень такой вот замшелый миф есть, что девушек для того, чтобы они были стройнее, нужно снимать сверху. Но это не так. Всех моделей снимают всегда снизу, для того, чтобы дать рост. И модели плюс сайз в том числе. Вот это, наверное, такие основные нюансы. Ну и, конечно, надо себе нравиться. Надо быть прям уверена в том, что ты неотразима. Ну, не знаю. Выпейте какую-нибудь пилюлю тщеславия и на момент фотосессии вы самая-самая. Прошли те времена, когда кто-то другой должен говорить, да, это классная девчонка. Да, она умница, она красавица. Смотрите, она красивая. Сейчас время активных, ярких людей. Я не говорю сейчас про какое-то выпячивание и громкость. Я говорю про то, что если вы ничего о себе не скажете, никак о себе не заявите, это сделают другие. Сделают они, как посчитают нужным. Это я к вопросу о том, как себя позиционировать. Вот какой вы хотите быть на фотосессии, вы такое будете. И вы главное действующее лицо на фотоплощадке. Не кто-то, кто говорит вам, сядь туда, встань сюда и так далее. Но для этого нужно четко понимать, что я там буду делать. Если я девочка-ромашка, это, соответственно, должно быть у меня такое настроение. И ты прям ставишь задачу фотографа и говоришь, знаешь, у меня есть четкая постановка. Мне нужно, чтобы у меня был невозможный сексуальный взгляд, к примеру, да. Мне нужно, чтобы у меня были такие плечи потрясающие, чтобы вот только на них смотрели. Чем четче вы ставите задачу, тем круче получаются фотографии. И по ретуши. Я не вижу ничего плохого в ретуши, когда это касается, тем более, журнальных каких-то снимков или рекламных. Здесь просто в обязательном порядке. Не всегда может быть идеален цвет. Не всегда может быть идеален мейк. Мы не всегда, увы, классно выглядим. Ну, такое бывает у меня очень часто. Бывают перелеты или вечером допоздна работала, в 4 утра ты встаешь, а в 6. Вот я в Москву часто езжу, как бьюти-эксперт, я работаю на телеканале, и у меня первые эфиры начинаются там в 8 утра. А там спичи уже первые обсуждения в 6 иногда, в 7. Ну, в 6-7. Это, соответственно, чтобы мне добраться до останки, нам не нужно в 4 встать, а легла я в 11. И ты не всегда хорошо выглядишь, и поэтому дай бог, что это можно каким-то образом следы усталости скрыть. Но если нет, ничего страшного не вижу в том, что фотографии чуть-чуть ретушируют. Но когда девочка 50 лет ретуширует свою фотографию и показывает себя 15-летней юной лолитой, вот это, конечно, уже нелепо и ни к чему. Я не очень хорошо отношусь к фильтрам. Мне они непонятны, неясны, зачем на фотографии такое большое количество фильтров, чтобы менялись твои черты лица. Это же не ты, а ты же показываешь себя. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что девчонки недовольны своей внешностью. Они не могут быть собой. Вот у вас сейчас как раз будет... Они не могут, да, они не могут быть собой. Курс для наших женщин по поводу искусства «Быть собой». Давайте в конце программы немножечко заинтригуем. Расскажите, что будет и как быть собой, и как вы собираетесь наших женщин учить быть собой? Во-первых, я очень хочу познакомиться с вашими девчонками, потому что... Ну, у северянки самые красивые, это понятно, в Наринмаре я никогда не была. И у меня есть одна цель. Помимо того, что провести мастер-классы от своего проекта по фотопозированию, по дефиле и самой презентации, мне хочется увидеть какие-нибудь новые интересные лица, и, возможно, кого-то я приглашу принять участие в финале конкурса «Модель плюс» «Большие девочки», который пройдет 5 марта в Архангельске. А победительницу этого конкурса мы отправляем на всероссийский конкурс в Санкт-Петербург, «Северная Аврора» и даем ей такую путевку в жизнь. Вот наша победительница Диана Капелина, которая выиграла конкурс в 2021 году, она выиграла всероссийский конкурс и сразу же после этого получила свой первый международный контракт. А она откуда была? Из какого города? Она из Архангельска. Она из Архангельска. Вот это как раз тот случай, когда человек четко с двумя дипломами, золотая медалистка, одна из лучших студенток САФО, она сказала, я хочу связать свою жизнь с моделингом. И, конечно, она к своей цели идет. Поэтому, возможно, кого-то мы пригласим, в ком-то я увижу потенциал, ну и, конечно, если есть желание. И второй момент, да, у нас будет встреча. Мне бы не хотелось их делить, но мы решили с организатором, с Оксаной, разделить ее на три части. Отдельно такой мастер-класс по фотопозированию, это теоретическая часть презентации с отработкой навыков, отдельно дефиле. И встреча по самопрезентации, основы самопрезентации. Научиться о себе говорить, себя представлять. Это очень важно, мы на это не обращаем внимания. А самопрезентация нужна каждой девчонке в каждом сознательном возрасте, начиная уже, я не знаю, со скольки. Вот в садик ты приходишь в новую группу, и тебе нужно как-то себя позиционировать, уже начиная прям с детства. А нам этого не преподают. Не модно о себе было говорить. Это постыдно, потому что это как-то не скромно даже. Особенно нам в школе говорили. Мы всем говорили. Пионерами, там, я, какое я. Какое мы. Да, мы. Да, мы. Ну, мы, ну я-то есть у себя я. И позвольте мне, я хочу быть, чтобы и, чтобы меня окружающие считывали, как я хочу. Чтобы не навешивали ярлыки, не додумывали. Я вправе сказать людям о себе то, что считаю нужным, какая я есть. Сейчас такое время, понимаете, Ольга, когда вы, может быть, кем угодно можете быть. В этом есть, конечно, как свои минусы, но и очень много плюсов, сколько возможностей. Правда? Прошли те времена, когда тебя отправляли после учебного заведения по распределению куда-то. Я даже, я боюсь представить, что бы со мной произошло, если бы закончил я в 97-м году колледж культуры, если бы меня отправили куда-нибудь в глубинку, например, в культурный центр. Может быть, конечно, но, безусловно, была бы другая жизнь. Но в тот момент мы столкнулись с тем, что все, вы теперь сами. А вы-то кто? Когда говорят, ты должна теперь сама. Я уже тогда задумывалась, а я кто? Какая я? И чем я могу быть полезна людям? И как мне выбрать это дело, чтобы оно и мне нравилось, и удовлетворяло мои желания, и деньги приносило, ну, как-то и радовало, и было еще и на пользу. Это же классно. Вот мы завтра как раз будем об этом говорить. Немножечко для кого-то травмирующий будет момент, потому что мы будем смотреть на себя глазами других участников. А как ты, ну, а как ты выглядишь, допустим? Не будем, давайте, раскрывать интригу. Тем более программа подходит к концу. Огромное спасибо, что вы пришли к нам. Очень интересная получилась беседа. Ну, приходите к нам еще, будете в Миренмаре. Приглашайте. Да, приглашайте. А я напоминаю, что мы говорили об искусстве быть собой с российской моделью «Плюс Сайз», руководителем школы «Большие девочки», журналистом и бьюти-экспертом Анной Светловой. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова